У вас продаётся славянский шкаф? Шкаф продан. Есть никелированная кровать. С тумбочкой. Ой, тише! За стеной соседей. Ну, слава богу, я и так никогда не терял оптимизма, а последние выборы, говоря, меня просто окрылили. Я же говорил, или я буду жить хорошо, или мои произведения станут бессмертными. И жизнь опять повернулась в сторону произведений. Они мне кричали, всё, у вас кризис, вы в метро три года не были, о чём вы теперь писать будете, теперь вообще свобода, всё разрешено. Критика сверкала. Вечно пьяный, жрущий, толстомордый, это я. Всё время с бокалом. На фотографиях, действительно, всегда с бокалом. А я всегда с бокалом, потому что понимал ненадолго. Поэтому с бокалом, все по словам, а я по лицам. Я слов не понимаю, я лица хорошо понимаю. Подошёл ко мне как-то авторемонтник и говорит, я вам радиатор заменил. Я на его лицо глянул. Нет, говорю, не заменили. Ну, говорит, запаял. Нет, говорю, не запаяли. Сейчас посмотрю. Пошёл смотреть. Когда все стали кричать «Свобода», я пошёл смотреть по лицам. Всех слева направо, справа налево. Нормально всё. Наши люди. Они на свободу не потянут. Они нарушать любят. Ты ему забреди всё, чтоб он нарушал. Вот это он понимает, он от этого удовольствие получает. Это кто сделал? Где? Вот. Что сделал? Что сделал, я вижу, я спрашиваю, кто сделал? А что, нельзя? Нельзя. Это не я. Наша свобода – это то, что мы делаем, когда никто не видит. Вот что такое наша свобода. Стены лифтов, туалеты, вокзалов, колёса чужих машин – это и есть наша свобода. Нам руки впереди мешают. Руки сзади – другое дело. И команды не спереди, а сзади. Не зовут, а посылают. Так что народ сейчас правильно требует порядка. Это у нас в крови. Обязательность – это, пунктуальность – это, честность – это и чистота – это. В общем, наша свобода – бардак. Наша мечта – порядок в бардаке. То, что при свободе печатается, при диктатуре говорится. При диктатуре все боятся вопроса, при демократии – ответа. При диктатуре больше балета и анекдотов, при свободе, поездок и ограблений. Крупного животного страха одинаково. При диктатуре могут прибить снизу, при демократии – сверху. Нет, при диктатуре могут прибить сверху, при демократии – снизу, при полном порядке со всех сторон. Извините, ещё мало читал это. Так что сказать, что милиция при диктатуре нас защищает, будет некоторым преувеличением. Она нас охраняет в местах заключения. А на улице, в воздушной и водной среде – это дело самих обороняющихся. Поэтому у нас количество погибших в войнах равно количеству погибших в мирное время. Многих волнует судьба сатирика, который процветает в условиях диктатуры и гибнет в невыносимых условиях расцвета свободы. Но это всё якобы. Просто в тепличных условиях подполья он ярче виден и чётче слышен. И у него самого ясные ориентиры. Он сидит на цепи и лает на проходящий поезд. Всё чётко. Предмет, лай, цепь и коэффициент полезного действия видны каждому. В условиях свободы сатирик без цепи. Хотя в ошейнике. Где он в данный момент – неизвестно. Лай слышен то в войсках, то на базаре, то под забором самого Кремля. А чаще всего он сосредоточенно ищет блок с огромной тоской по ужину. И дурак понимает, что в сидении на цепи больше духовности и проникновения в свой внутренний мир. Ибо бег за цепь можно проделать только в воображении, что всегда интересно читателям. Конечно, писателю не мешало бы отсидеть для высокого качества литературы, покидающей его организм. Но, честно говоря, не хочется. И так идёшь на многое. Путаница с жёнами, свидание с детьми и ещё тюрьма – это будет чересчур. Но что сегодня радует – предчувствие нового подполья. Кончились волнения, беготня. Снова на кухне, снова цензура, снова намёки, снова тебе кричат. Вы своими произведениями унижаете советского человека, а ты кричишь, а вы своим велосипедом его просто гробите. Грозота. Тот, кто нас снова загоняет в подполье, не понимает, с какими профессионалами он имеет дело. Сказанное оттуда по всем законам физики в десять раз слышнее и громче. И лозунг коммунистов «Работать завтра лучше, чем сегодня» в подполье толкуется однозначно. Сегодня работать смысла не имеет. Вот этот крик уже работает. Работать money bewe в этом. Продолжение следует...